Успешная операция по подъему и эвакуации «Делфи» началась 10 августа и длилась ровно месяц. Предыдущие неудачные попытки лишь усложнили жизнь рабочим. На танкере и возле него остались обломки металлоконструкций. Но это мелочь по сравнению с другими техническими проблемами, которые пришлось решать во время операции. Судно потерпело крушение между волноломом и грядой камней. При выводке судна, уже даже при осадке 3,80, мы еще дважды присаживались на каменные, на камни, что было в принципе ожидаемо. Мы принимали определенные меры. Вот этот 100-тонный кран, который появился в последний день, он, собственно, и решал эти задачи. То, что было непонятно, получится вообще или нет, это был момент выкренивания. Помните, там крики стояли, не подняли, там еще что-то, да ничего подобного. В действительности, как ни странно, все было поэтапно и корректно. Просто было очень много больших и малых дел, которые надо было сделать. Представители компании-подрядчика прямо по ходу решали сложнейшие инженерные задачи. Тем не менее, смогли завершить операцию в половину официально отведенного им срока. Имеют свое мнение представители морской палаты и о причинах крушения Делфи. Оказывается, о возможной угрозе власти знали заранее, но никто ничего не делал. Всем орданам было известно государственным о том, что на судне нет топлива, что судно находится в аварийном состоянии. Более того, сюда приезжала пограничная служба и удостоверилась в том, что у судна просрочены все судовые документы и сертификаты. То есть, фактически, это не судно, а это бомба замедленного действия. Должны были немедленно реагировать как пограничники, как там раская администрация и прочие орданы. Но вот эта вот рассинхронизация, отсутствие какой-либо политики, действующей в этом направлении, привела к тому, что Делфи оказалась, к сожалению, на нашем пляже. Более того, судно полтора суток дрейфовало в опасной зоне, что могло привести к непоправимым последствиям. Дрейфовало через зону разделения движения судов, по которой движутся, например, газовозы и другие суда с опасными грузами. И это могло просто привести к катастрофе глобального масштаба столкновения с таким судном. Стали известны и некоторые цифры. В трехстороннем договоре об эвакуации танкера есть пункт о конфиденциальности, поэтому сумму контракта узнать не удалось. Однако известна ориентировочная сумма фактических работ – порядка полумиллиона долларов. Она выходит за рамки контракта, разницу покроет группа компаний, осуществлявших операцию. На компенсацию отсюда владельца рассчитывать не приходится. Фирма, владеющая Делфи, по всем признакам фиктивная однодневка. Эвакуаторы могут лишь надеяться, что суд, когда закончатся все следственные действия, разрешит им продать металлолом, на который распилят танкер. Напомню, ранее стала известна сумма, на которую крушение Делфи нанесло вред экологии. По подсчетам госэкоинспекции, этот ущерб эквивалентен 453 тысячам гривен.